9 часов 14 минут в Беларуси. Это ток-шоу-будни. Здесь в этой студии традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит в Беларуси и за ее пределами. Напомню, на сайте sb.by, на главной странице уже есть ссылка для видеотрансляции из нашей студии. Переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-радио на протяжении этого часа. В гостях у нас сегодня политический аналитик Александр Шпаковский. Доброе утро, Александр. Доброе. Ну что ж, начнем с темы, которая действительно все выходные гремела в информационном поле. Тема достаточно серьезная. Тема, которая, то что касается вообще региональной безопасности, конечно же, могла повлиять намного. Это, конечно же, та ситуация, которая произошла в Российской Федерации. Во-первых, давайте-ка по порядку начнем, скажем так, с первопричины этой ситуации, которая возникла, да, потому что по большому-то счету ситуация достаточно неприятная. Это, во-первых. Но, во-вторых, мы видим реакцию, опять же, вот интересная реакция западных стран, да, то есть по большому-то счету никто как-то особо и не заинтересовался в положительном решении этого вопроса, который действительно, слава богу, был решен в таком нормальном, адекватном ключе. Об этом поговорим чуть позже. Вот меня интересует, как сразу же, да, беглое, как сразу же те люди, которые находятся за рубежом и так далее, то подобное, вот прям хотели эту ситуацию использовать. Мы это увидели воочию. Западные страны, и это не секрет, рассматривали возникшую ситуацию как окно возможностей для ликвидации российской государственности. Они не скрывают этих намерений, вот, и, в принципе, пытались уже и начать практические действия в данном отношении. Я даже по своему окружению видел, как активизировались мои зарубежные коллеги, которые работают в различных экспертно-аналитических центрах, занятых постсоветским пространством, российским направлением, как они пытались получить некие актуальные оценки относительно происходящего в России, особенно с упором на то, не повторяется ли 1917 год. А мы помним, что революция и последующая гражданская война в России сопровождалась иностранной интервенцией, вот, когда были разграблены все-таки значительные богатства, и прежде чем советская власть вынудила интервентов убраться с нашей земли, вот, они нанесли серьезный экономический вред России, вот, и даже золотой запас Российской империи оказался, скажем так, под зарубежным контролем, по крайней мере, частично. Вот, это важный факт, который надо понимать с точки зрения оценки действий представителей коллективного Запада и руководства западных государств. Что касается первопричин, ну, понятно, что все мы с тревогой, с обеспокоенностью, с возмущением, с непониманием, если говорить о белорусской правовой культуре, наблюдали за публичным конфликтом между руководством частной военной компании «Вагнер» и руководством Министерства обороны. То есть, вот, в нашем сознании не укладывалось, почему этот конфликт вылился в публичную плоскость, почему он не был оперативно разрешен, и, в конце концов, привел к вооруженному мятежу, если квалифицировать действия Пригожина и его окружения, так, как их квалифицировали Генеральная прокуратура Федеральной службы безопасности России. Вот, но здесь можно посмотреть на ситуацию шире. Давайте разберемся с причинно-следственными связями, потому что сам конфликт тоже не возник на пустом месте. Ну, во-первых, в России существует такая форма военной организации, как частные военные компании. Существует де-факто, и это не только «Вагнер», но не существует де-юре, то есть, создавая частные военные компании, никаких правовых рамок деятельности ЧВК, никакого законодательства об их деятельности, принципах их деятельности, подчинения, ответственности за нарушение тех или иных норм прописано не было. Это первый момент. Второй момент, который, в общем-то, тоже не является секретом, потому что специальная военная операция, она вскрыла как, скажем так, сильные, так и слабые стороны российской государственности, является проявление коррупции очков тирательства в вооруженных силах. Когда на бумаге одно, а на практике совершенно другое. И вот эти негативные факторы привели Россию к ряду болезненных неудач в этой специальной военной операции, и, в общем-то, наверное, являются одной из причин, по которой специальная военная операция до настоящего момента не достигла своих целей. Третий вопрос — это имидж руководства Министерства обороны в войсках. То есть, тех людей, которые непосредственно осуществляют военное руководство страной, от лица Российской Федерации командуют вооруженными силами. Ну, скажем так, я не буду давать никаких оценок, ни в коем случае не имею на это права, но раз в публичном пространстве просачивается критика, значительная их деятельности, ну, это значит следующее, что, во-первых, дыма не бывает без огня, а, во-вторых, ну, соответствующие службы, отвечающие за имидж военачальников, ну, наверное, в каком-то смысле недорабатывают или проигрывают информационное противоборство критикам. Ну, и также, конечно, мы задаемся вопросом, о какой публичной критике на войне в принципе может идти речь. Ведь мы понимаем, что вот такого рода распри, такого рода, значит, негатив, они неблагоприятно сказываются на морально-психологическом климате личного состава, который должен бить врага на фронте. Разлагают армию, проще говоря. Вот. И давайте на секундочку представим, что было бы, если бы после начала вооруженного мятежа, когда, значит, мятежники объявили о своих целях, в том числе похода на Москву, так называемого Марша Справедливости, значит, действующие части, находящиеся на фронте, начали бы покидать свои боевые позиции и к ним, например, присоединяться, да? И кто зашел бы на спинах этих солдат на территорию России? Ну, мы понимаем, что вообще могло начаться при всех нюансах. При том, что мы осознаем, допустим, я это знаю, часто бываю в Москве, опять-таки, все шероховатости российской государственности, в том числе с точки зрения той самой социальной справедливости и, скажем так, того имущественного разделения, дисбаланса между Москвой и регионами страны. Это тоже одна из причин. То есть неоднократно и наш президент говорил о том, что вот люди и в Белоруссии, и в России, и в Украине, все равно мы все русские люди, как бы не пытались выставить некие рогатки между нами, особенно в Украине, как бы кто-то не пытался прикрыть запах сала и чеснока дорогой парфюмерии, все равно они остаются русскими людьми. И один из движущих мотивов русского человека — социальная справедливость. Есть известный ролик «Фитиля» 1992 года, я его даже постил у себя в Фейсбуке, не все поняли, что я хотел сказать. А я хотел этим сказать, наверное, как и авторы этого ролика, что нужно в любой ситуации сохранять спокойствие. Не спешить кричать «караул» или «ура!» — «наших бьют». Важно разобраться, а наши ли наши, да? Или наши — это не наши. Вот в чем дело. Так вот, русский человек очень падок на вот это вот «наших бьют». Если «наших бьют» с криком «караул», да, сорвался, рубашку на груди рванул, ну, мы, белорусы, наверное, так сказать, несколько более спокойные люди, вот. Но, тем не менее, и у нас это качество есть везде. И вот вы представьте, если бы вот это «наших бьют», осознание того пришло бы людям на фронте, они бы просто бросили свои боевые позиции и побежали бы нашим помогать. Ну, в кавычках. Что могло бы произойти в России, и Россия, в общем-то, находилась, балансировала на грани гражданского конфликта. Я напомню, кстати, что сейчас вот все бросились осуждать Пригожина. Безусловно, его поступок подпадает под уголовную квалификацию и, на мой взгляд, является недопустимым. Как бы там не складывались отношения с руководством Министерства обороны. Потому что все же деятельность министра обороны, начальника генерального штаба нравится, они вам или не нравятся, имеют право оценивать один человек. Если мы берем военную иерархию. Верховный главнокомандующий, он же президент Российской Федерации. Он их ставит на должность и он их снимает. Но вместе с тем, вот, все сейчас Пригожина хаят. Да, то есть все начали хаять Уткина, Трошева, там, других руководителей ЧВК Вагнера. А это все герои России, я напомню. Им всем присвоено за их заслуги перед Отечеством звание Героев России. И эти награды никто не отменял. Их этих наград никто не лишал. Понимаете? То есть схватка могла быть бы между теми, кого еще вчера называли Героями России, и действующей армией, правоохранительными органами, теми людьми, кто сохранял бы верность федеральному правительству и выражал готовность защищать конституционный строй. Это было бы очень страшно, это было бы пагубно не только для Российской Федерации, для системы мировой безопасности. Россия ядерная сверхдержава. Запад уже замолновался. Ну и, естественно, это несло бы крайне негативные последствия для Республики Беларусь. Вы же помните, как из-под плинтусов вылезли вот эти вот наши беглые негоднички. Как все это охвостье вновь начало, значит, распушивать свои перья. Тихановская, по-моему, из союзного государства вышла. Да, да. Денансировала договоры за ДКБ и дала приказ всей вот этой банде в Украине, всем 170 человекам перекрыть белорусско-российскую границу, каб никто не смог сбегать. Вот. Но, например, я совершенно точно знаю, что мою судьбу они там не раз уже обсуждали в своих кругах, друзья мои, я даже не собирался. Я в этот день поехал в детский, национальный, детский, оздоровительно-образовательный центр «Узубрёнок», вот, чтобы побеседовать с воспитанниками об исторической памяти и Великой Отечественной войне. Меня здесь и наши многие. Как же? Вы же посмотрите, караул наших бьют или наши бьют, а вы в это время поехали к детям. Простите, а что я должен делать? Я никаких других вводных от единственного человека, которому я обязан подчиняться, да, там, скажем так, не по служебной иерархии, потому что я гражданский человек и не государственный служащий, а по своему гражданскому долгу. Вот. Верховный главнокомандующий президент Республики Беларусь. Я от него никаких задач не получал. И меньше всего в этой ситуации нужно сидеть в интернете и кричать караул. Надо делать своё дело. И, по сути, в итоге те, кто сохраняли спокойствие, те, кто доверяли нашим лидерам, Владимиру Путину и Александру Лукашенко, они оказались в этой ситуации абсолютно правы. И не делали поспешных выводов, не давали оценок ещё тем, кого вчера сами превозносили на пьедестал. Вот мы сейчас этого делать не будем. Мы мятеж называем мятежом. Вместе с тем, поскольку от уголовной ответственности организатор этого мятежа на основе компромиссного решения освобождены, мы не будем их проклинать, скажем так. Но определённую работу над ошибками, на мой взгляд, российское правительство просто обязано сделать, чтобы устранить те факторы, которые находятся на поверхности, и эта ситуация не повторялась вновь. И ещё один вопрос я задам. Это Пригожин в своих публичных обращениях чего требовал? Что он требовал? Финансирование ЧВК увеличить? Или же он требовал власти занять какую-то позицию в вертикали? Нет. Он просил боеприпасы. Боеприпасы, чтобы дальше эффективно бить врага. По тем или иным причинам, либо ему казалось, что его недостаточно снабжают, возможно, его снабжение было таким же, как и у других фронтовых частей, либо этот факт действительно имел место быть, но вместе с тем произошёл этот катаклизм. То есть они были выведены с фронта, и вместо того, чтобы быть переброшенными на участок другой, где могла эффективно применяться эта группировка, 25 тысяч человек, приданная техника, танки, авиация, противовоздушные средства обороны. И всё это в итоге направилось на Ростов и на Москву. Кстати, если спросить об оценках действий мятежников, я могу сказать, что действовали быстро, грамотно, слаженно. Это показывает, что в их рядах высококвалифицированные военные, в том числе высококвалифицированные штабные офицеры, и политически действовали довольно грамотно. Но, к счастью, хватило совести, благодаря, в том числе, вмешательству нашего президента, хватило совести воздержаться от того, чтобы перейти красную черту. Ну и, безусловно, в этой ситуации многие забывают, а мы забывать не должны, история их не забудет. История не должна забыть тех, кто выполнял приказ федерального правительства, и всё же какие-то столкновения были, лётчики погибли, российские. Их имена не должны быть преданы забвению. Да, они попытались бороться с мятежом, были уничтожены, к сожалению. Но вместе с тем, надо сказать, что это люди, которые до конца сохраняли верность служебному долгу. На мой взгляд, заслуживают соответствующих оценок и от федерального правительства. Их родственники должны быть окружены вниманием и заботой. Они погибли, защищая Россию. Ну что же, ещё одна важная тема, это, конечно же, роль Александра Лукашенко, который, напомню, провёл переговоры с Пригожным и помог Российской Федерации урегулировать ситуацию, с ЧВК «Вагнер». Вот действительно роль миротворческая, роль миротворца Александра Лукашенко сейчас на данном этапе действительно в очередной раз доказана. И по большому отсчёту мы видим, что, опять же, целая череда. Вот если проанализировать, такой политик мирового уровня, да, организовал Минские соглашения, первый переговор в марте 22-го года. По большому отсчёту действительно сорвал попытку переворота, вот опять же, в 2020 году у нас. Вот что происходит, эффективность нашего президента сейчас? Вы знаете, навыки белорусского руководства в области медиации широко известны. Значит, медиация, миротворчество, готовность выступать в качестве арбитра при разрешении тех или иных конфликтов – это одна из черт белорусской внешней политики с начала 90-х годов. Не зря здесь находятся исполнительные органы Содружества независимых государств. Вовсе не зря именно Беларусь стала переговорной площадкой после начала гражданского конфликта на территории Украины, пользуясь кредитом доверия от всех сторон. Не зря в начале специальной военной операции, когда был шанс разрешить этот конфликт путём достижения некого компромисса, именно на белорусской земле проходили первые переговоры. По инициативе. И есть по инициативе Лукашенко, который тоже тогда, возможно, даже наступив на горло, скажем так, своей гордости, да, потому что мы знаем, какую предательскую позицию занял президент Украины Зеленский. До этого публично расшаркивался перед нашим лидером, во многом копировал его политический стиль. Белорусско-украинские отношения были, скажем так, довольно адекватными до 2020 года. И вдруг в 2020 году в Украине, которая сама переживала, находилась в весьма сложной ситуации своего исторического пути, вдруг в 2020 году Украина занимает антибелорусскую позицию, принимает активнейшее участие в планировании и поддержке попытки государственного переворота на территории нашей страны, вводит санкции против Республики Беларусь, запрещает полеты нашей гражданской авиации, то есть ведет себя просто подло и предательски. И, естественно, публичным выразителем этого процесса является Зеленский. Мы все понимаем, что фигура управляемая движется в русле тех указаний, которые выдают так называемые западные партнеры по развитию. Но, тем не менее, всегда есть возможность сказать «нет». Когда мы начинаем обсуждать действия тех или иных предателей, там, допустим, вот этой женщины, которая в Вильнюсе находится, о том, что да, вот она вот слабая, манипулируемая фигура, но мы знаем, что всегда есть возможность сказать «нет». Зоя Космодемьянская когда-то сказала «нет». Значит, да, ее покарали мучительной смертью немецкие оккупанты, но она осталась человеком и вошла в историю. А те же, кто даже плывет по течению, но оправдание в отношении того, что они не ведают, что творят, или же они находятся в зависимости, это, ну, скажем так, конечно, фактор, который будет учитываться на суде, но вместе с тем не является оправдательным мотивом. Вот прямо скажем. Поэтому президент наступил тогда на горло собственной песни и Зеленскому позвонил, понимая, что это нужно сделать ради блага всей восточнославянской цивилизации. Была возможность урегулировать мирный конфликт, но вмешался, как мы знаем, польский этот пан Дуда, значит, лохматый Джонсон из Великобритании, который сейчас... Сам оказался за бортом. Ну, в британских газетах пишет колонки о похудении. Ну, правда, за 1 миллион фунтов стерлено в год, но вместе с тем. Вот. Ну, вот так вот. И в итоге война разгорелась. Пламя войны разгорелась. Я, кстати, не исключаю, что пройдет 20, 30, 50 лет, ну, 20 вряд ли, там еще будут другие оценки, пройдет 50 лет. И не исключаю, что при определенном развитии исторических событий ученые впоследствии и исследователи будут оценивать эту войну российско-украинскую как вторую гражданскую. Ну, воюют люди по обе стороны фронта, которые на одном языке разговаривают, в общем-то, и, по сути, скажем так, стереотипы поведенческие, мышления у них одинаковые. Да, русские люди воюют, поэтому эта война носит столь ожесточенный характер, как, кстати, и гражданская война в России. И вот мы могли увидеть еще один внутренний конфликт. Президент наш понимал, что как только раздадутся первые выстрелы, они уже произошли, дальше пойдет брат на брата. Месть за убитого погибшего боевого товарища, понимаете, да? И этот маховик начнет разворачиваться и затягивать в эту воронку все большее количество людей. Особенно с учетом того, что кто-то особо умный в Российской Федерации решил направить на подавление мятежа спецназ чеченский Ахмат. То есть конфликт мог приобрести межнациональный и межрелигиозный характер. Крайне опасный для России и крайне желаемый для западных оппонентов. Вот. И, естественно, в этой ситуации молча взирать за развитием процесса, негативного процесса, болезненного, глава государства не смог. Он использовал вновь свой авторитет, кредит доверия, личные отношения с президентом России Путиным и знакомство с руководителем чувака Вагнера Пригожиным, который видно, да, то есть если ты человека не уважаешь, ты вряд ли будешь его слушать. Он Лукашенко уважает. И сейчас, ну, речь шла о том, вот я читал вчера, что, в принципе, многие пытались с Пригожиным связаться, но снял он трубку, когда позвонил белорусский президент. И белорусский президент явно перед этим, конечно же, согласовал содержание разговора с Путиным, потому что, понятно, выход из этого мятежа, выхода было два. Первый. Подавить мятеж военным путем. А это серьезный вызов с учетом подготовки ЧВК Вагнер, степени их обученности, наличия 25 тысяч личного состава, техники и так далее. То есть на это нужно было бы отвлечь значительные силы и средства с непредсказуемыми последствиями. Особенно мы должны понимать, что вот бойцы этой компании заняли город Ростов, столицу Юга России, а дальше на Москву они двигались в колоннах с гражданским транспортом. Понимаете, да? То есть как это все должно было бы выглядеть. И второе, это некое компромиссное решение. Компромиссное решение было найдено, согласовано с президентом России Путиным, доведено до Пригожина. Я знаю точно, что и Вадим Франц еще об этом говорил. Разговор был сложный. Не знаю подробности, прямо скажем, я думаю, что узнаю в ближайшее время, вот, и можно ли их озвучивать, но это был сложный, длинный, долгий разговор. Понятно, что сложный. И президент убедил руководителя ЧВК Вагнер не проливать русскую кровь. Вот, убедил, что этот конфликт, какими бы соображениями справедливости не руководствовались, в их понимании, потому что правда у всех разная, мы должны знать, у всех своя правда, не зря же так говорят. Но он не стоит пролить ее русской крови и закручивания в России вот этой вот воронки гражданской войны. Хватит войны в Украине. Вот, фронт должен стоять. Кстати, все попытки прорвать фронт в эти дни, они не увенчались успехом, в том числе потому, что очень грамотно повели себя командиры на фронте и личный состав. Что бы там ни происходило, наша задача без врага. В этом смысле горжусь своим прогнозом. Я его высказал и зарубежным коллегам, когда вот эти пошли вопросы, а будет ли 1917 год в России? Я сказал сразу, 1917 года в России не будет. Будет оперативно найдено компромиссное решение. Мы сохраняем спокойствие, но все будет нормально. Рано, потирайте руки, не спешите писать свои аналитические справки. Вот, мы еще посмотрим, как все произойдет, и хорошо всегда смеется тот, кто смеется последним. Ну что ж, спасибо огромное. Прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире, в эфире Альфа-Радио. Короткий выпуск новостей, прогноз погоды. А дальше снова вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами. 9 часов 41 минута в Беларуси. Это ток-шоу-будни. Продолжаем здесь, в этой студии, обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит в Беларуси за ее пределами. Заходите к нам на наш стрим. На сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Студии смотрите и слушайте в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. В гостях у нас сегодня политический аналитик Александр Шпаковский. Александр, вот то, что касается, опять же, темы переговоров. Уже появляется информация о том, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил, что президент Беларуси Александр Лукашенко может принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Ну, я не знаю, что там Данилов допустил, но дело в том, что еще покойный министр странных дел в Беларуси Макей говорил мне лично о том, и вообще в прессе, по-моему, это было, что наша принципиальная позиция заключается в следующем. Никаких переговоров по Украине без учета позиции Республики Беларусь и нашего участия быть не может. По той простой причине, что, во-первых, страны коллективного Запада объявили Беларусь со-агрессором, несмотря на наши миротворческие усилия в этом отношении, и мы несем огромные потери от введенных вследствие этой формулировки санкций. Во-вторых, Украина наш сосед с общей границей 1084 километра. И нам, безусловно, необходимо урегулировать все вопросы, связанные с безопасностью, если, значит, специальная военная операция в Украине будет прекращена на неких компромиссных условиях. Как будут дальше выглядеть белорусско-украинские отношения? Как будет обеспечен доступ белорусских товаров к логистической инфраструктуре Украины? Значит, Украина должна вернуть конфискованное имущество нашей страны, в том числе подвижной состав. По разным оценкам, если в долларах говорим, то Украина конфисковала имущество белорусской активы на сумму от 500 до 1 миллиарда долларов. Даже морское судно, которое нам принадлежало, «Надежда», оно конфисковано, арестовано в Одесском порту, и на сегодняшний день, и этот вопрос не решен. Вот, у нас масса вопросов. Также, конечно же, будет обсуждаться, они должны знать об этом, будет обсуждаться вопрос экстрадиции боевиков, которые в настоящее время участвуют в боевых действиях на территории Украины. Они нарушили наше законодательство в отношении наемничества, участия в боевых действиях на территории иностранного государства. Кроме того, эти боевики открыто распространяют призывы к насильственному свержению конституционного строя Республики Беларусь. Кроме того, они находятся в агентурных отношениях с иностранной разведкой, в частности, с главным управлением разведки Министерства обороны Украины. За все эти деяния придется нести ответственность. И поверьте, когда встанет вопрос о мире, с ними поступят точно так же, как западные союзники поступили с теми коллаборационистскими формированиями СС и Вермахта, и других, скажем так, силовых служб Гитлеровской Германии, которые оказались в западной зоне оккупации. Большинство из них было выдано советской стороне. Конечно, были и те, кто представлял особую ценность для западных разведок, и получили определенного рода индульгенцию, гражданство западных государств. Таких тоже было немало, предателей Родины. Но многие предатели Родины, в том числе из белорусских так называемых националистов, были выданы советской стороне, преданы законному суду. Это вас тоже ждет, уважаемые бандиты, вы должны это знать. И единственный вариант, несколько облегчить свою участь, это уже сейчас предпринимать меры к добровольной явке с повинной на территорию Беларуси, изобличать своих пособников, скажем так, сдаваться. В этой ситуации вы можете рассчитывать на снисхождение. То, что белорусское государство умеет прощать, тех, кто, скажем так, признал свою вину, тех, кто принял меры к возмещению нанесенного вреда, тех, кто изобличил своих сообщников, показывает пример небезызвестного Протасевича. Он тоже там то ли стажировался, то ли, значит, участвовал в... Не участвовал в убийстве. Да, в бандформировании АЗОВ. Но следствие разобралось в его роли там. И, в принципе, те меры, которые он принял на компенсации вреда, позволили впоследствии президенту принять решение о его помиловании. Вот. Это может быть. Но, повторюсь, единственный путь, это немедленно сейчас начинать переговоры. Значит, канал вам известен. Значит, Комитет госбезопасности реализует проект «Дорога до дому». Вот. Сдавайтесь. Переходите на нашу сторону. Изобличайте своих пособников-бандитов. Убеждайте других участников бандформирования делать то же самое. И это вам зачтется. Иначе впереди справедливый суд. И, значит, долгие годы раздумий. Кстати, вот то, что касается, опять же, переговоров, то, что касается формулы переговоров, можно ли говорить о том, что предложенная формула Александра Лукашенко, которая заявила о том, что нужно действительно сразу остановить военное действие, а потом садиться за стол переговоров и договариваться. Это вот, наверное, сейчас на данном этапе идеальнейшая формула, которая, в принципе, вот и должна привести к остановке конфликта. Вы знаете, там, конечно, еще могут быть разные сюрпризы, связанные с этим контрнаступом, в том числе в части, касающейся того, что, по всей вероятности, украинской стороной была подорвана плотина Каховской ГЭС. Значит, Каховское водохранилище обмелело. Вот там нет воды сейчас. Есть вопросы, конечно, там по проходимости техники, но личный состав там уже может перемещаться. Это значит расширение фронта значительное. Возможно, в этом направлении будут нанесены какие-то удары вооруженными силами Украины. Может быть, некие резервы бросят в бой украинское командование, которые смогут как-то поменять складывающуюся картину. На сегодняшний день, вот уже и саммит НАТО не за горами. Две недели осталось. Мы можем говорить о том, что, несмотря на сохранение определенного наступательного потенциала, так называемый блицкрик, который планировался, прорыв, значит, российской обороны, дезорганизация войск и так далее, занятие значительных территорий, взятие города Мелитополь, такая задача ставилась, я это знаю совершенно точно. Вот, он не удался. Значит, украинские вооруженные силы понесли колоссальные потери в личном составе, потеряли часть техники, западную технику стараются уберечь, но и там, по-моему, до 15% повыбито этой техники. Вот, а так называемая советская техника, в том числе переданная странами Восточной Европы и Украине, ну, она там вообще серьезным образом потрепана. То есть, в этом плане технический потенциал ВСУ понес серьезные убытки. Вот, и здесь надо понимать, что продолжение вот дальнейших боевых действий, если не будет никаких, скажем так, черных лебедей и сюрпризов, а продолжатся вот эти вот лобовые атаки, в которые украинское командование продолжает посылать своих солдат, серьезным образом будет менять картину на линии боевого соприкосновения. И в этой ситуации может открыться окно возможностей для переговоров, но, если вы спросите мое мнение, то я полагаю, что нас еще ждет третий раунд, неизбежно связанный с передачей Украине авиации. У них появятся американские истребители F-16, где-то в количестве, может быть, до 200 машин. Вот, это произойдет не сразу. Они будут использовать эти истребители для запуска британских ракет Storm Shadow, поражения российской тыловой инфраструктуры, скопления личного состава техники. Создадут, в общем, определенные проблемы. Но в России есть чем ответить. Есть чем ответить. Главное здесь следующее. Запад будет продолжать поддерживать Украину, пока в Украине будет сохраняться мобилизационный ресурс, который можно использовать для продолжения боевых действий. Здесь нам надо понимать, какая реальная картина в маршевых подразделениях украинской армии. Они готовы воевать или нет. Мы видели кадры массовой сдачи в плен. Разные там есть настроения. У меня есть информация о том, что процветает члены вредительства, невыполнение приказов командования и так далее. Но все это еще не носит тотальный характер, чтобы фронт посыпался. Спасти себя от дальнейшего уничтожения может только украинский народ, который должен, скажем так, самоорганизовываться. Понятно, что должны здесь предприниматься и меры определенные, в том числе пропагандистские, информационного характера и прочее. Самоорганизовываться, отказываться выполнять преступные приказы командования. Наш президент когда-то говорил о том, что ему известно о коммуникациях между российскими и украинскими военнослужащими на сегодняшний день, которые просто уговариваются между собой, сообщают. Вот время начала, например, артиллерийских обстрелов, просто чтобы не гибнуть. То, что эти коммуникации есть, ну понятно, и обмен ранеными есть, и обмен погибшими, и позволяют забирать, и по вопросам обмена военнопленных идет постоянный контакт. В этой связи хочу сказать следующее. Конечно, страшная трагедия для славянства. Я знаю совершенно точно, что Александр Григорьевич Лукашенко лично переживает трагедию. Лукашенко начинал как политик, апологет идеи славянского братства, славянского единства. Вот 23 июня очередная годовщина была президентских выборов, первого тура президентских выборов 1994 года, где наш батька получил колоссальную народную поддержку, и всем стало понятно, что в Беларуси будет молодой энергичный президент, который сейчас стал седым, опытным, но не утратил прежнюю энергию. Я бы сказал так, что в кризисные моменты потенциал Лукашенко просто раскрывается еще шире. Вот ситуация такая стабильно-болотная, да, она не так раскрывает его лучшее качество, как сейчас. Мы видим, какую роль он сыграл в разрешении кризиса в России, как он себя вел в 2020 году. Ну, наверное, это единственный политик в мире такого масштаба. Без ложные лести, я хотел бы сказать, и многие сейчас пишут, что вот это последний такой солдат Советской империи, как написал 11 телеграм-каналов, по-моему, майор и генерал, значит, последний большевик. Вот, ну вот, он из той плеяды, да, нет таких высот, которые бы не брали большевики, так же он, по-моему, когда-то говорил. Так вот, суть заключается в том, что и наша, как бы, власть в данной ситуации должна демонстрировать высочайшую степень устойчивости. Высочайшую степень устойчивости, потому что, ну, вот, исторический момент такой непростой для нашей страны. А в этой связи и дальше, на мой взгляд, необходимо, чтобы этот, скажем так, государственный корабль возглавлял опытный капитан. Ну что ж, противогромная за мне еще одна тема. Беларусь располагает информацию о подготовке за рубежом террористов для вооруженного вторжения на территории нашей страны. Об этом заявил замначальник следственного управления Комитета государственной безопасности Беларусь. В эфире телеканала «Беларусь-1» Константин Бычек вот заявил такую достаточно сложную информацию для нашей страны. Уже, опять же, знает, где происходит обучение, да, то есть уже в Польше это огромное, в Литве союз стрелков Литвы, на Украине СБУ и так далее и тому подобное. Вот что происходит в этом случае? Почему так взялись за подготовку? Ну, это же обычные западные приемы. Вспомните все эти авантюры, связанные с освежением, допустим, Фиделя Кастро на острове Куба. Когда они готовили боевиков из числа антикубински настроенных политических эмигрантов, содействовали в их обучении, финансировании, экипировке и переброске на территорию Кубы, а потом пытались это выдать за некое национально-освободительное восстание. Мы знаем, что проиграв Беларусь в области политтехнологий, им не удалось осуществить государственный переворот путем стандартных манипуляций политических. Так называемая цветная революция, да, когда они сводят с ума определенную часть населения, выводят ее на улицы, значит, эти люди дезорганизуют работу государственного аппарата, правоохранительные органы не могут справиться с этой людской волной. В итоге законная власть свергается, к власти приходят марионетки коллективного Запада, выполняющего его волю. Вот в 2014 году они в Украине поддержали так называемый Майдан. Что, украинцам лучше после этого стало? Кто-то серьезно может сказать, что украинцам стало после этого лучше? И вот теперь давайте отбросим всю эту мишуру патриотическую там и идеологическую, просто посмотрим с точки зрения экономических итогов. 9 миллионов трудоспособного населения выехало на Запад. Они усилили в демографическом плане экономику западных стран. Украина потеряла значительные территории. Украина вступила в конфликт. Как бы там украинцы не рассуждали, что-то Россия на них напала, тем не менее, если напали, значит, были какие-то причины. Да и на них никто не нападал. Украина вступила в конфликт со своим ближайшим традиционным историческим партнером, соседом, братской страной. Украина разрушила все торгово-экономические связи с Россией и Республикой Беларусь, потеряв огромные и экспортные, и импортные потоки. Украина, в конце концов, потеряла погибшими несколько сот тысяч человек. Что кто-то правда считает, что Украина стала лучше после того, когда Нуланд накормила их там печеньками? Ну, конечно же, нет. Это же чушь. Так считает Нуланд. Нет, это чушь собачья. Нет, я уверен, что так может считать еще какой-нибудь сведомый дурачок. Ну, из числа вот этих белорусских беглых. Реально, ну, надо же понимать, что там ведь не все люди там конъюнктурно за какие-то западные деньги. Нет, просто некоторые просто в политическом плане девиантны. У них промыты мозги. То есть они не могут сопоставить элементарные причины следственной связи. Я вам честно скажу, пусть не обижаются, скажу жестко. Я больших дураков, чем наши невероятные, в своей жизни не встречал. Понимаете? Я когда-то в школе работал там с пятиклассниками, например. Ну, они многого не знают. Им приходилось объяснять, разровывать какие-то элементарные вещи. Но даже они были с точки зрения вот какой-то грамотности и логики значительно более развитыми, чем вот эти вот, казалось бы, взрослые, небедные, имеющие зачастую даже высшее образование люди. Понимаете? А именно поминали детей, которые вот в собственной квартире туда принесли солому, бумагу, какие-то дрова и подожгли огромный костер. И радуются. Знаете, радуются, прыгают около этого костра, не понимая, что скоро на них свалится потолок. Удивительные люди на самом деле. И повторюсь, я просто не медик. Но здесь что-то на грани медицины, психологии и политтехнологии должно быть. Но должна быть какая-то система работы, изучения и реабилитации этих людей. У нас, к сожалению, пока такой системы нет. Мы, да, даем им возможность к исправлению, к социализации, но это человек сам должен пережить. Ну вот я когда-то занимался наркозависимыми, это, наверное, что-то похожее. Могу сказать, что даже при самой эффективной системе реабилитации, это научные исследования доказывают, только 18% наркозависимых могут находиться в состоянии длительной ремиссии всю свою жизнь. То есть не возвращаются к употреблению наркотиков. Вот здесь даже системы реабилитации нет, но есть путь к исправлению. Ну вот какой процент из них, скажем так, становится опять на адекватную платформу, это же тоже надо исследовать. Это очень важный момент. Беларусь в этом плане тоже может быть первопроходцем. Но мы как-то с этой группой должны работать. Потому что настолько, значит, затуманено сознание. И чем руководствуют те, кто вступает в эти бандформирования, понимаете? Они же здесь рядом с нами жили. Мы видим, какая у нас прекрасная страна. Здесь нет бандитизма. Здесь безопасно. Здесь довольно все понятно. Понятны правила игры. Здесь можно зарабатывать, если ты стремишься работать. И во всяком случае, ты точно обеспечишь свои базовые потребности. У нас нет, скажем так, тотально нищих людей, если они не ведут асоциальный образ жизни. Ну даже те, кто ведет асоциальный образ жизни, государство заботится. Даже и о них, конечно. Раз хватает на асоциальный образ жизни. Правда? Вот. И вот они в этой стране, где живут наши дети, хотят сюда прийти с оружием и устроить гражданскую войну. Вы понимаете, что там происходит с точки зрения оценки мира? Тех личных качеств, которые составляют мировоззрение. То есть, ну, понятно, да? Самые темные люди. Какая-то часть отщепенцы, просто совершенная. Какая-то часть это, скажем так, обманутые вкладчики. Это ни в коем случае не снижает степень ответственности, просто для понимания, кто там. Конечно, мы их знаем. Я совершенно точно знаю, что их знают поименно. Кто в этих бандформированиях? Спецслужбы работают. Туда маршрутируется агентура. Значит, мы видим, какое количество скандалов там возникает, связанных с распределением финансов. Понятно, что не без участия комитета госбезопасности, ГУБОПИК и других силовых служб нашей страны. Я, конечно, не знаю никаких подробностей. Но если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. И раз за разом там вспыхивает определенного рода скандал. Понятно, где-то там работают и наши люди, работу которых впоследствии еще оценит государство, если будет принято решение открыть эти архивы, значит, этих операций. Но вместе с тем могу сказать, что, зная лично некоторых представителей того лагеря, ну, тут им главное не мешать. Они друг друга сожрут, как эти пауки в банке, потому что, ну, вот такой характер у них. Вот в чем дело. И, естественно, мы внимательно за ними наблюдаем. Мы им не дадим здесь ничего сделать. Как только эти проявления приобретут характер, реальные угрозы государственной безопасности, то есть они появятся здесь, а мы знаем, что задача поставлена перед выборами, в том числе скрытно проникать на территорию Беларуси. Тут у них какие-то ячейки, как они думают, которых мы не видим, существуют. Не, ребята, вы будете все уничтожены. То есть никто не будет церемониться в данном случае. Я считаю, что история нас оправдает, потому что мы защищаем мирных, обычных белорусов, честных тружеников, которые хотят жить и работать в нашей стране так, чтобы никакой бандит, никакая сволочь им не испортила их существование. Ну что же, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в сетевом издании СБ.Бай на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. Зовут меня Вадим Шепет. В гостях у нас был политический аналитик Александр Шпаковский. Александр, спасибо огромное за емкий разговор. До встречи в буднях. До встречи. Продолжение следует...